красота нравится мне эта история приветствую денис друзья и вам не хворать вчера мы с денисом у реки сделали передачку в которой говорили о причинах кражи миллиарда и после того как я ее вывесил в интернете я выслушал от одного своего хорошего товарища вагон и маленькую тележку претензий давайте давай кстати к тебе тоже есть претензии во первых моего товарища создалось впечатление что говоря о том что вот ну не плохотнюк там всем рулил там были всякие яраловы лункаши и прочее создалось впечатление что мы хотим перевести стрелки и отбелить плохотнюка от его всех преступлений глупости и беспредела которые он совершил это не так ты тоже так считаешь нет каждому свое каждому свое и второй вопросик ты мельком мельком сказал одну одну вещь относительно лункашу ты сказал что в какой-то его той жизни когда он там работал на спецслужбы он уже однажды умирал да будьте любезны а вот так мы начнем с плохотнюка или с лункаш ну давай с плохотнюка плохотнюк владимир георгиевич это тот человек просто вадик сутенер по-нашему до человек с пониженной социальной ответственностью хорошо мелкий воришка изумительно очень закомплексованный с обеденными ногтями прекрасно переверни страницу и прочитай дальше гражданин плохотнюк это тот человек который почему-то в меру своего высокомерия автология но красивая в меру своего высокомерия то есть беспорядка мере почему-то подумал что он может играть наравне с американскими спецслужбами американцы ребята простые что мы с этого имеем задали не ему вопрос так откуда ты все знаешь аналитика это умозаключение денисовские это из очень-очень достоверных источников если бы у меня были такие достоверные источники я бы вообще ни с кем даже не здоровался ходил бы вот так вот игорь есть понятие дружба я помню как я тебе из тюрьмы позвонил и сказал что игоря надо чтобы вы приехали если ты помнишь мы планировали я планировал делать производство в тюрьме был первый кто отозвался на это все первый в принципе даже без вариантов ты сказал куда ехать в тюрьму дает пепру понимаешь есть понятие дружба поэтому как бы друзьям нельзя говорить нет значит тебе кто-то из его друзей рассказал нет я тебе не могу ответить нет поэтому хорошо твоя версия почему людям показалось что мы пытаемся отбелить плохотника и повесить всех мертвых собак на лункашу и иралова надо объяснить людям что деньги воровались не только из банка де экономии ну естественно деньги воровались и не отдавались точно так же во все остальные банки без исключения и воровала эти деньги та же самая преступная группа который воровал эти деньги из банка де экономии но но в конечном итоге пострадала три банка пресса которая создавала ажиотаж вокруг определенных банков потому что например в тот же самый момент виктории банку никто и в четырнадцатом в пятнадцатом году виктория банк выдавал невозвратных кредитов на то же на миллиардные суммы и как они закрыли эти не как они их не закрывали ну как не закрыли дело в том это другая методика это другая методика как а то мы вот с тобой перепрыгнули в нехорошие плохотнюк не принимал в этом участие в этом принимали участие такие люди как и он ломбанту юрий дрозд это банальные воришки которые строили схемы слава богу что сегодня дошла очередь их при быть привлечено привлеченными к уголовной ответственности для мы видишь когда ты однажды несколько лет назад сказал о том что они вот совершили участвовали в совершении этих преступлений ломбанту и дрозд подал на тебя и на меня заявление в суд о защите чести и достоинства друзья и мы с денисом успешно проиграли этот суд хотя самое смешное что я вообще нигде ни разу не сказал императивно что это такой-то а тот сякой-то и это был такой акт устрашения и судья когда выносил решение он знаете смотрел вот такими глазами на меня ну ты пойми братан я не могу тут меня вот значит вот давай давай закончу тогда про это решение я хочу тебе сказать что когда ломбанту сажали в тюрьму он махал этим решением суда и он говорит ауреки должен все опровергнуть что на него и да на него прокурора так посмотрели ну наверное у реки в следующей жизни опровергнет но сегодня вы идете в полу 13 потому что вместо вам там мы так решили поэтому должен сейчас подать на тебя и на меня опять в суд да ради бога понимаешь и говорит что я даже не знаю если я буду ходить на эти суды если он даже и подаст вот я не знаю потому что я принципиально сегодня не доверяю молдавской судебной системе жизнь ничему не учат что вот не говорить в категорической форме если бы я не говорил сегодня бы дело кражи миллиарда было бы замято так от тебя зависит не от меня зависит если бы не подымали тогда волну именно хотя бы пусть приходила одна камера на а иногда даже и не приходила и мы говорили сами себе но если бы мы банально не подымали тогда волну людям которые было интересно то они смотрели и это были прокуроры прокуроры которые на тот момент втихаря просто собирали в папочку корзиночку когда когда им включили зеленый свет на работу они пригласили дениса фимовича достали все схемы которые мы с тобой рисовать это денис у реки это он себя в третьем лице называет по имя не отчество да и они говорят денис господин у реки вот вы тут говорили врубать youtube да ну да что вы тут имели в виду и под показания начинает меня допрашивать я тебя услышал вернемся к плохотнюку так значит ты считаешь что во многом не плохотнюк виноват в воровстве миллиарда плохотнюк создал условия плохотнюк и его поддельники создали условия я тебе объясняю Игорь которые привели к этой ситуации плохотнюк и его поддельники да но не один плохотнюк естественно так же как создалось мнение что деньги украли только из бема банка сучала и унибанка а викторию банк например агробанк никто не трогает то же самое наша молдавская пресса говорила только в отношении плохотнюка других бандитов не трогала ну как не трогала трогала филата трогала я ты знаешь за что приговорили филата не ну давай оставим сейчас мы с тобой я тебе процитирую Игорь да я процитирую тебе текст приговора филата бог с ним с филатом мы потом о нём поговорим мы сейчас он на нас в суд подаст о том что мы о нём не говорили мы с тобой должны сейчас сделать одну вещь Мы должны сказать, друзья, если вы нас поняли, что мы хотим перевести Стрелки, то это не так, Плохотнюку место в тюрьме. Это наше, мое мнение, я надеюсь, и Дениса мнение. Однозначно его место в тюрьме. Теперь относительно второй части Морлезонского балета, мы, собственно, перейдем к страшилкам сегодня. Сегодня у нас вот на первом плане цветок. Помнишь фильм «Леон»? Да. Когда вот этот «Леон Киллер» везде носился вот с таким вот домашним цветочком, кало, да, домашнее, и вот он везде с ним носился и как с живым, да, везде открывал ему окошко, поливал, на солнышко выставлял, переезжая в чемодан. Ну, просто-напросто он был одинок, а он как бы дружил именно с цветком, то есть он был его другом. Ты заметь одну такую вещь, что этот цветок, он как лейтмотив проходит по всему фильму. Почему я поставил этот цветок вот на тумбочку для нашего сегодняшнего разговора, как ты думаешь? Мотивов может быть много. А все очень просто. Я хотел бы, чтобы ты рассказал, каково в тюрьме, чтобы те, кто украли миллиард, и кого обязательно осудят за реальное воровство. Как те, кто были воришками на низовом уровне, так и те, кто были бенефицарами этих денег, и чтобы они услышали от свидетеля, от участника хождения в места не столь отдаленные, каково там? Каково там человеку с такой статьей? Непринципиально сегодня статья в молдавской тюрьме. Ну как непринципиально? Вот если ты попадаешься, если ты совершил преступление типа изнасилования, и ты сел в тюрьму, и что? А заключенные этим людям ничего не делают, потому что изнасилование ему вменяет прокурор, который в принципе для бандитов не авторитет. Ну хорошо, но если они вот по своим каналам выяснили, что действительно этот типок, он действительно... Игорь, там, к сожалению, а может быть и к счастью, на сегодняшний день именно криминальная структура, которая находится в тюрьмах, и вообще весь преступный мир, он очень сильно изменился, в отличие от того мира, который был там даже в 90-е годы. Сегодня все встало на коммерческую линию, и весь криминальный мир перерос в точно такой же бизнес, как кто-то делает на свободе. И все. Ну подожди, ну не совсем все так. Насколько мне известно, на тебя было именно в тюрьме покушение, которое практически, практически, тем исполнителям, которые взялись это делать, им практически удалось. Ты несколько месяцев лежал в гипсе. Ну, с другой стороны, я тебе объясню другую позицию, здесь позицию. Заключенные знали, что меня заказывают. То есть ко мне подошли, заключенные предупредили, с нами договариваются для того, чтобы тебе сделать проблему. То есть и одних исполнителей, они подошли, тебе сказали, слушай, тут вот ребятам ты не нравишься, они хотят тебя замочить, слушай, мы отказались. Да, подошли люди, сказали, что там нас выходит. Другие могут оказаться более сговорчивыми, да, и, ну и? Ну, они нашли наркоманов, потому что, как бы, люди, которые имели положение в воровском мире, просто отказались. Ну, хорошо. Люди, которые себя уважают, уважали, уважают в силу, ну, каких-то вот этих воровской этики, назовем ее так, они отказались. Но ведь все равно заказчикам удалось найти двух наркоманов, которые, чем они тебя били, кстати? Битами. Битами для бейсбола? Нет, там биты для бейсбола запрещены, самодельные биты. То есть дубинки такие, скажем так. Тяжелые, большие? Ну, биты, обычные биты. Ну, бита для бейсбола такая вообще. Ну, не такая длинная. Ну, покороче, укороченная бита для бейсбола. И? И вот видишь, ты говоришь, что там все изменилось. Ну, я даже не додал договорить, что я тебе объяснил, что другие заключенные. Да. В это время пришли, и они банально стали передо мной, для того, чтобы тебя меня не избивали. И получали тумаков от тех. Даже так? Да. А с какого перепуга они тебя защищали? Потому что, когда преступный мир тебе дал слово, что тебя здесь никто трогать не будет, они, в отличие от многих молдавских политиков, бизнесменов и на свободе, которые бегают, хотя я считаю, что у нас в Молдове бизнесмены, бизнесменов как таковых мало, они отвечают за свои слова, потому что у них, кроме их слова, ничего нет. Я тебя понял, значит, я тебя не спрашиваю о фамилии, имени человека, который сказал, что тебя сидит, бывает срок, тебя не тронут. Значит, было предварительное разговор и договоренность о том, что, ребята, вот я такой-то, такой-то, ну, хорошо, тебя не тронут, так? Да. Ну, я тоже не могу сказать, я тоже вот знаю, но это, собственно, для вас, потому что, оказывается, что, если бы не определенные правила в среде заключенных, то Дениса бы точно убили. Однозначно. Однозначно. Да. Причем это все проходило под контролем руководства пенитенциара номер 4. Значит, те люди, которые призваны и получают заработную плату, призваны охранять порядок в пенитенциаре, они были задействованы в этих процессах? На сегодняшний день, Игорь, в уголовном деле, который рассматривает попытку моего убийства, не установлен сам факт избиения, то есть... Подожди, но ты же несколько месяцев был, как мы, и я в гипсе. Нет, там даже больше проблем. Вы понимаете, что такое вызвать скорую медицинскую помощь из больницы скорой помощи для того, чтобы тебя вывезли из тюрьмы заключенного ночью, в 2 часа ночи? Ну, что это такое, расскажи. Это экстренный случай. Таких случаев банально нет. И об этом сразу становится известно в управлении пенитенциарными учреждениями, сразу становится известно в МВД, прокуратуре... Ну, не в этом проблема. То есть, я про уголовное дело. Человека ночью из тюрьмы вывозят в БСМП, гипсуют, а факт избиения не установлен прокурором Александру Арчину. А в БСМП есть карточка, документы, что вот эти самые рентгенограммы, где там кости поломаны, где... Конечно. Кости, они, понимаете, мы до сих пор рентген получить не можем. А акт экспертизы медико-легалов, как на русском она звучит правильно, судебно-медицинской экспертизы, он появился через полгода после того, как меня избили. Меня избили 12 февраля. А что через полгода можно было на тебя посмотреть? Не знаю, что там устанавливались, балды устанавливали чего-то, да. Вот у нас такая система. Значит, в том пенитенциаре, в котором ты отбывал наказание, беспредел связанный с тем, что не надо портить показатели преступлений, совершаемых внутри пенитенциара. И зачем нам рассказывать, что там вот было совершено покушение? Хорошо. Давай о другом аспекте поговорим. Каково там жить и узнал ли ты от этих двух наркоманов, кто был реальным заказчиком покушения на тебя? Ну, мы в рамках следствия уже установили заказчика. Давай вернемся к тому, как жить в тюрьме. Тюрьма, она разная. Но на сегодняшний день тюрьма извращена. Изощрена. Изощрена. Извращена. Извращена. До того, что, ну, банально, не остается ничего, кроме как свобода стоит денег. То есть, на сегодняшний день администрация пенитенциарной системы, не знаю, как сейчас, но банально торгует свободой людей. Без денег... Ну, вот, Филата выпустили, да? Выпустили, да. Это за деньги, ты думаешь? Я думаю, за очень большие деньги. И я объясню, как. Давай я закончу с Филатой. Давай я закончу, да. Давай я про Филата. Филату дали 8 лет строгого режима. Да. По закону, он раньше из тюрьмы, чем через три четверти срока, со всеми срезками, со всеми применениями тому, до шмуда, он не мог выйти теоретически. Но не предусматривает уголовный, исполнительный уголовный кодекс другого выхода, кроме как через три четверти срока. Хорошо. Как у него получилось? Ну, он был настолько белым и пушистым, настолько паеньким, паенькой и настолько... Чтобы тебе объяснить, я так же, как и Влад Филат, после того, как применили статью о плохих условиях содержания, начали считать день за два, так же подал заявление. Примените, я так же, как и Филат сидел. Мне отказали. Мне во всем отказали. УДО нельзя, это нельзя, это нельзя. Ладненько. Хорошо. Каково там жить? Пенитенциарная система, она разная. ПУ-13, это один вид жизни в тюрьме. И уже пенитенциары там, где ты отбываешь наказание, полузакрытого типа, закрытого типа, это закрытые поселки небольшие. 400 там на 500 метров, грубо. Да, там 10 бараков. Пенитенциарный лагерь такой с... С определенным режимом, да. Да, с режимом. В ПУ номер 13 ты 23 часа из 24 находишься фактически в лежачем положении. Почему? Ну, камера-то 2,5 на 3,5. Как бы камера маленькая, вас четверо. Так. Иногда везет вас трое. Так. Были времена, когда нас там неделю-две оставляли вдвоем. Так. Ну, кто-то освобождается и так далее. Как бы кого-то перевозит, этапирует из одной тюрьмы в другую. И что, между шконками совсем нет места? Между шконками 1 метр. Вот так вот. Да? Ну, в зависимости от камер. Есть камеры, где между шконками 20 сантиметров узкие камеры. Есть камеры, где между шконками 2,5 метра широкие камеры. Это что, может быть, вот это... Ну, мы говорим сейчас... Там нет их пространств, поэтому ребята, которые украли миллиард, так упорно сопротивляются, чтобы не попасть в тюрьму. Так нет, там есть большие камеры. Есть большие камеры. Есть камеры на 36 человек. Если хотят общения, пожалуйста, есть и такое. То есть можно написать заявление? Прошу перевести меня в камеру с большим количеством участников. Да, именуют тебя лыжником, правда, при этом. Но если ты хочешь общаться с 36... Заявление о переводе в другую камеру с другими... Ну, значит, тебя там что-то не устраивает? Там, где ты был? Да. И как относятся к лыжникам другие заключенные? Плохо. Почему? Ну, а чем тебе те... Ну, я привык там по утрам делать пробежки. Там, где большая камера, я между шконками тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, и набежал свои 10 километров. А тут... Ну, это братве по понятиям больше объясняет. Братва по понятиям этого не хочет понимать. Ну, может, поймут. А может и нет. А может и нет. И если не поймут, то что? Ну... Братва по понятиям. Ситуации разные бывают, Игорь. Ситуации бывают разные. Почему? Ты думаешь, что... Так боятся тюрьмы вот эти вот ребятишки, которые реально украли миллиард? Игорь, воровали для того, чтобы красиво жить. Денис, в тюрьме тоже люди живут. Да? В тюрьме с социумом он другой, но тоже с социумом. В тюрьме есть определенные правила, отличные от воли, от свободы. В тюрьме есть необходимость свыкнуться с тем, что есть жизнь, которую ты ведешь на свободе, на свободной части. Потому что проблемы все равно возникают, семья, что-то происходит и так далее. Там тоже жизнь. И есть жизнь в тюрьме, которая предусматривает совершенно другой образ жизни. С этим надо свыкнуться, но привыкаешь. Слушай, ребята, вот эти вот, которые совершили кражу миллиарда, ну в тюрьме тоже есть жизнь. Может вы вот завтра соберетесь и придете в прокуратуру с повинной, с грузовиками, с деньгами и скажете, вот попутал без, не хотел, вот так получилось. Заберите деньги обратно, осудите меня, я готов искупить. Что ты на меня так смотришь? Ну Игорь, ты же понимаешь, что воровали чужое, а когда отдавать свое, ну не будет. То есть они уже перевели краденое в категорию «это мое» и чего я должен его отдавать. Конечно, конечно. Люди, которые выходили на работу, банально воровать. Причем там такой кардаболин. Друзья, ну вот Денис рассказывает, там тоже есть жизнь, там тоже люди живут. Да, первое время тяжело, но привыкаешь. Но зато вы выйдете оттуда с чистой совестью, на свободу. Пойдете работать там, кто на стройку, кто там еще куда-нибудь, нет? Ну, за работу в тюрьме тоже надо платить. Я несу полную околесицу и понимаю, что вот эти ребята, у которых мозг и вот это вот хапужничество заточено на воровство, естественно, они не хотят ни сидеть, ни работать. Это я понимаю. Я понимаю, что это, я иронизирую, в недоброй форме в отношении этих моральных уродов, но ведь там тоже есть жизнь. Ну, не бойтесь вы так тюрьмы, ребята. Тем более цель уголовного наказания заключается в том, чтобы не в смысле наказать человека. А цель уголовного наказания является, уголовное наказание дается с той целью, чтобы человек, попав в тюрьму и справился, вышел оттуда другим человеком и был полноценным членом общества. То есть они не хотят быть полноценными, они так и хотят оставаться в Аришке, в Северном Кипре. Ну, хорошо. Относительно того, к чему тяжелее всего привыкаешь в тюрьме? На разных этапах ты по-разному привыкаешь. Первое, с чем я не мог на начале, не то что смириться, то есть я понимал, что я нахожусь в тюрьме, как бы и деваться, мне некуда, от меня ничего не зависит. Но с другой стороны, мозг твой, то есть я вел бизнес, я вел дела, у меня мозг считал цифры все время. Ты сидишь в тюрьме, вот эти расчеты не нужны, а мозг продолжает все считать и так далее. А движения физического нет. Вот я с этим не смог, тяжело привыкал, где-то месяц к этому привыкал. Я не мог привыкнуть к виртуальному миру. То есть считаются цифры, ты ночью начинаешь осознавать, а что их считают, они не нужны. А мозг все равно продолжает читать. Считаешь, считаешь. Потом меня переселили к одному психбольному. Но я же ведь был плохим заключенным для них. Я же не признавался в суде, что я совершил преступление. Не признавался, да? Да, говорил на реальных, называл реальных преступников. И там была проблема. Они меня поместили с психбольным человеком, который ночью не спал. То есть бывали случаи, когда он не спал по несколько суток. Ого. Ну, ты не спал вместе с ним, потому что ГГБ. Наверное. Естественно, сложная была ситуация на тот момент. Его вывозили в Кодру, в психбольницу. Там тоже есть как бы в психбольнице есть тюрьма, именно закрытая, как для психбольных. Оттуда он возвращался еще более. И ты им говоришь, так он психбольной. Ребята, заберите его от нас. Поместите его в одиночную камеру. Я не знаю, может, кому-то нравится это веселье, весь его кардебалет. Я не знаю, поместите его с теми, чтобы ты понимал. Игорь, доходило до того, что после меня его поместили с одним человеком, его обвиняли в изнасиловании. И человек после двух недель жизни с этим психбольным повесился в камере. Не из-за того, что ему грозил срок и так далее, а банально вот повесился человек. Бывали случаи за месяц в ПУ номер 13. Умирало по четверо заключенных. Кто вешался, кто вскрывал вены. Умирало именно. То есть там суицидом занималось больше. Не своей смертью. Но доходили до логического завершения. Четверо. Это было в мае. Это было в мае 2016 года. Я был шокирован тогда. Так подожди. Получается так, что мы сейчас напугаем этих воришек. Всяких там плохотников, шоров и прочих. И они из-за того, что ты сейчас нагнал вот этих страхов, что ежемесячно несколько человек пытались покончить жизнью, а удавалось это там трем-четырем в месяц, то они, естественно, не захотят прийти с повинной. Ну, ты страхов сейчас нагнал. Надо сказать, там хорошо, да, там режим, там зарядочка, там вот приходит миск. Там нет зарядочки. Ну, там нет зарядочки. Как раз наоборот. Вот хорошо, потому что нет зарядочки. Сидишь себе, лежишь 23 часа из 24. Просто курорт какой-то. Надо простимулировать этих уродов, ублюдков, чтобы они пришли с повинной и с деньгами. Как бы я ни старался, не получится простимулировать их. Плохой из тебя. Понимаешь, есть анекдот. Ну, с таким настроением ты слона не продаешь. Да, я знаю. Ты знаешь, Денис, с таким настроением ты не уболтаешь этих ублюдков прийти с повинной. Не уболтаешь. Вот надо как-то вот попозитивнее. Там разрешают иметь телевизор. Если тебе со свободы купят его, поставят 200 лей на твой личный счет в тюрьме, то тебе разрешат иметь телевизор. А 200 лей зачем? А за электроэнергию. Ага, то есть телевизор крутит, счетчик. Телевизор в месяц стоит 14 лей. DVD для телевизора стоит 22 лей в месяц. То есть там не берется по счетчику, а там на единицу. Причем у тебя телевизор может быть, я не знаю, плазма на 2 метра. И она даже не будет помещаться в камере, она так будет по диагонали в камере. Да, все равно 14 лей. Но там с какой проблемой я столкнулся? Я столкнулся с маразмом администрации, потому что мои купили мне телевизор. Сказали, из дома нельзя, потому что у меня дома все телевизоры, мы выкинули чеки, когда их покупали. И надо телевизор с чеком, именно чтобы доказать, что они ворованы. Ну естественно, а то начнут все бегать, воровать и носить в тюрьму. Потом, они вначале мне нужны, да не проблема, принеси телевизор с чеком. Пошли, купили один телевизор с чеком. Привезли его в тюрьму, проверили, сказали, он слишком большой, нужно только до 15 дюймов. Ой, не до 15, до 19 дюймов. А тот был 21 дюймов. Мы пошли в магазин, где его купили, поменяли на другой телевизор. Ты пошел из тюрьмы? Нет, мои, мои, со свободы, мои. Я вышел из тюрьмы, пошел, поменял его. Пошли, то есть вначале они привезли без чека, им объяснили надо с чеком. А мы не пошли, нет, у вас слишком большое. Так скажите сразу, какое надо. То есть вот этот маразм катания. Принимают электротехнику только два раза в месяц, по четвергам, каждой второй недели. То есть раз в две недели, в четверг принимают технику. А ты знаешь, сегодня как раз четверг, вторая неделя месяца. Прекрасно, Игорь, кому-то повезло. Сегодня, друзья, кто-то в тюрьме. А если бы вот Плохотнюк пришел и сдался бы, то ему его родственники типа Канду и прочие там люди с низкой социальной ответственности сегодня могли бы принести телевизор не более 19 дюймов, да? Хотя я видел 32 дюймовые телевизоры. Вот сегодня, Плохотнюк, ты потерял возможность иметь телевизор в камере. Придется ждать еще месяц, если сдашься. Или если тебя поймают и повяжут. После этого поставили 200 леи мне на счет. Так. И у нас появился телевизор. Но появилась проблема. Не было антенны. То есть мы там какой-то вилкой что-то намутили и ловила только Реалитате. Она была в свободном доступе, можно было ее поймать. А, и публику. Короче, публика и Реалитате. Ну, как бы на публика Игоря Колдарь не приглашали. А меня никуда не приглашали. На Реалитате Маша Левченко тебя приглашала. Ну, было. Это случайность. Это был... И я смотрел Реалитате. В черно-белом эффекте зернистый, знаете, вот как в силе. Зато домысливал себе там цвета, домысливал эффект. Потом в один момент, в один момент, неожиданно для всех, в ПУ номер 13 протянули кабельное телевидение. За один день во всех камерах. И начала показывать качественно Discovery. Все телеканалы, каналов 50 начала показывать. И как бы в камере дрались, какой канал смотреть? Да нет, смотрели как бы без проблем. То есть все время надо смотреть, поэтому... Ну, давай полдня будем смотреть Discovery. Телевизор фактически работает круглосуточно. Как бы он у нас сгорел. Мы попросили, купили другой телевизор. А также вот мучились по четвергам, носили его. Мы отремонтировали и первый, и второй занесли. И в камеру было два телевизора, да. Два телевизора, две кинокамеры, три кожаные куртки, нажитые непосильным трудом. Все, все унесли. Так примерно было? Ребята, которые со мной оставались в камере, например, вот кого-то переводят из камеры в камеру, и у него есть плитка. Эти ребята этапируются в другой пенитенциар. Плитка остается уже мне по наследству. Передается, оформляются соответствующие документы. И ты там остался еще... У меня в конце, перед тем, как меня этапировать, у меня был холодильник, плитка, система домашнего кинотеатра 5 плюс 1, слушай, Шора, ты не хочешь в тюрьму. Там все, там можно нажить, нажить телевизор, стиральную машинку, этот самый... Я оставил это все, я это все оставил. То есть в конце меня держали в камере, где было 12 человек. Но 12 коек. Иногда нас было по 12 человек. Вот когда меня этапировали, нас было четверо или пятеро. Парня звали Женя, я ему оставил вот все вот это вот. И писал как наследственную декларацию. Завещаю, ну, пишешь на имя, чтобы с его счета снимались деньги. Потому что там проблема, откуда у вас снять деньги. Надо содержать это и платить текущие расходы. Вот это вот все стоило 202 лея в месяц. В месяц? Да. Ну, хорошо. Есть некоторые, имеют бойлер, как бы тоже можно, ну, как бы я не досидел в ПУ-13, чтобы иметь бойлер. А вот Филат и Плохотнюк могут досидеть и иметь бойлер. Нет, Филату все разрешили сразу, а мне не разрешали. Почему-то. Ну, Филат все-таки был премьером в свое время. И почему бы не разрешить премьеру иметь бойлер? Мне разрешили, мне не разрешали даже ремонт делать в ПУ-13. В ПУ-4 разрешили стройматериалы, чтобы мы сделали ремонт. Хорошо. Денис. Даже больше скажу. Я свой телевизор и все вот эту вот катавасию электрическую, а это принципиально важно, это принципиально важно в тюрьме, оставил парню, бизнесмен, который привлек иностранные инвестиции, вложил и свои деньги, и мы с ним очень уникально познакомились. Познакомились мы с ним по телевизору, друзья. По какому телевизору? По телевизору. То есть вечером мы смотрим новости, показывают открытие крупного предприятия в Молдове, в пригороде Кишинева. Там пирка Тапиола ходит, и показывают, берут интервью у этого бизнесмена, который открыл это предприятие. И вечером этот бизнесмен входит к нам в камеру, а тут Атапиола говорит, что мы таких бизнесменов должны поддерживать. Понимаете? Ну да, пирка он особенный, Атапиола, поэтому мы не будем сейчас его обсуждать. Я говорю, так что неужели от открытия до тюрьмы у тебя заняло 4 часа? Он говорит, да, вот буквально утром все снимали. Пирка Тапиола очень сильно беспокоила, что его предшественник Шубель... Украл больше? Нет. Он реально воровал без... Участвовал и покрывал воровство в Молдове, притом делал это открыто, вот как и Филат, и Плохотнюк, и все остальные. И пирка Тапиола чувствовал себя очень неуютно, что ему приходится покрывать своего предшественника, а впоследствии, когда Шубель отсюда ушел, он стал начальником Тапиола. И пирка все время, знаешь, вот как Альхин в «12 стульев», он стеснялся этого, он очень не хотел слышать о Шубеле, что вот он такой, он знал все о Шубеле, но ему было неприятно это, его это морально гнетало, гнило, гнобило. Короче, ему было хреново, когда речь шла о его предшественнике. Ну да бог с ним и с пиркой, и с Тапиолой, и с Шубелем, и с прочими чудесными людьми, которые были в нашей стране, знали, что здесь происходит, понимали механизмы, которые запущены. И ни одна из этих европейских дипломатических тварей божьих не начала бить тревогу. Ни одна. Денис, скажи что-нибудь на прощание, чтобы, может быть, эти воришки послушают тебя и придут с повинной. А о том, как умирал Лункашу первый раз, мы расскажем вам в следующей передаче. Нет уж, расскажи сейчас. И после этого попрощайся. У меня к тебе вопрос возникает, Игорь. Вот появилась новость, бизнесмен Юрий Лункашу застрелился. Да. Сколько вариантов развития событий при самоубийстве Лункашу ты рассматривал? Ну, всегда есть как минимум два варианта. План А и план Б. План А. Он действительно, его замучила совесть, он загнал патрон в ствол и нажал, и... План Б. План Б. Находится человечек примерно такого же телосложения, которому можно при помощи небольших манипуляций сделать лицо, похожее на соответствующего человека. А можно было и инсценироваться. И человек с новым паспортом, с новыми данными, с новой личностью исчезает, как ветер в океане. И кто бы что ни говорил, но загримировать человека, мёртвого человека, чтобы он был похож... Мёртвые люди всегда отличаются от себя живых. И если его более-менее как-то подготовить, то сойдёт и скажешь, что да, действительно, вот... И главное, чтобы там вот... Ну, родственники плакали, они сидели хихихали. Это третий вариант. Есть второй. Ну, давай второй. Ну, второй его завалили. Один раз его совесть замучила, а второй вариант, это совесть замучила кого-то. А, так подожди. Ты хочешь сказать, что, возможно, что убийство было представлено как самоубийство? Да. Об этом. Да. Итак, у нас план А, план Б и план С. Которые предлагают судить в следующей передаче, потому что нам сегодня время неоднозначное. Ты хочешь сказать, что... Это много говорит. Я придерживаюсь и уверен на 99,9%. Оставляю десятую долю процента на какой-то абсурд, что Юрий Лункашу жив и живёт под другой фамилией в другой стране. Всё, друзья. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Послезавтра увидимся.